В Ульяновской области торжественно открыли 61-й международный фестиваль «Мир эпохи имена». В программе 17 концертов. 11 из них пройдет в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске. Главной площадкой первого дня музыкального события стал дворец губернаторский. Одни из лучших музыкантов будут принимать участие на нашем фестивале. Это будут яркие имена, талантливые звезды. Сегодня мы открываем свой фестиваль в двух городах. Город Ульяновск открывает национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова. Город Димитровград принимает ульяновский государственный симфонический оркестр губернаторский под управлением главного дирижера Эдуарда Дидюры. Как сказала Лидия Ларина, фестиваль – это преклонение выдающемуся мастеру, гению русской музыки Сергею Рахманинову, 150-летие которого отмечаем в этом году. Поэтому творчество музыканта «Красной нитью» пройдет через все концерты фестиваля. Зрители стали подходить на концертную площадку задолго до начала открытия фестиваля. Всем хотелось поскорее кунуться в фестивальную атмосферу и услышать выдающихся музыкантов мира. Слава нашей филармонии, что они пригласили такой замечательный коллектив с таким мастером. Даже во сне не мог придумать и мечтать даже не мог о таком концерте. Я счастлив, что я буду это слушать. Потому что когда в прошлый раз приезжал с Пиваков, я после этого не мог разговаривать. Ну, с своим оркестром он приезжал. Я не мог разговаривать еще полдня. Я был в таком потрясающем впечатлении. Надеюсь, и сегодня получу такое же потрясение в хорошем смысле слова. Дело в том, что фестиваль «Мир эпох и имена» – это довольно значимое событие в нашем городе, в нашем регионе. И такое количество зрителей, как всегда, люди с удовольствием идут. А тем более имена такие, как «Спиваков» – это имя, которое зовет, которое ждет, которое хочется видеть, слышать. Все, что связано с этим именем. И сейчас, конечно, с большим удовольствием хотелось бы послушать. Потому что у ансамбля 20-летие, тем более это такой юбилейный концерт практически. По телевизору мы всегда смотрим эти концерты, нам очень нравятся. И мы рады, что наш город посещают такие люди. В зале губернаторского был аншлаг. Как сказали организаторы, все билеты раскупили за месяц. Вечер вел лауреат премии города Москвы, лауреат российской национальной премии «Овация» Петр Татарицкий. Первым на сцену подаваться вышел Национальный филармонический оркестр. Его бессменным художественным руководителем и главным дирижером является всемирно известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков. Гостей и участников фестиваля поприветствовал губернатор Алексей Русских. Я, конечно же, благодарю музыкантов Национального филармонического оркестр под управлением Владимира Теодоровича Спивакова, которые сегодня принимают участие в открытии нашего фестиваля. И давайте их всем вместе поздравим с 20-летием. Маэстро встречали стоя. С ним на сцену вышла заслуженная артистка России, известная пианистка Екатерина Мечетина, которая исполнила вместе с музыкантами оркестра концерт номер два для фортепиано с оркестром доминор Сергея Рахманинова. В антракте Екатерина Мечетина призналась, что счастлива от того, что выступила на одной сцене с Национальным филармоническим оркестром под управлением маэстро Владимира Спивакова. Владимир Теодорович действительно один из самых любимых моих музыкантов, если не самый-самый. Он сыграл огромную роль в моей жизни, когда я была еще студенткой. То, что он сделал для меня, это невозможно переоценить. 61-й фестиваль «Мир. Эпоха. Имена» продлится больше месяца. Следите за афишами Ленинского мемориала и нашими материалами. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.